Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые воздействуют и влияют на динамику финансовых активов, за которыми мы следим. Сегодня опять же продолжаем тест нового формата, друзья. Жду традиционного фидбэка касательно того, что можно добавить, что стоит дополнительно рассмотреть, что не нравится. Формат буду адаптировать специально для вас, чтобы всех все устраивало, и вы получали максимум информации о том, что на финансовых рынках происходит. Давайте тогда к демонстрации экрана и будем смотреть, что на рынках. Прежде всего, друзья, хочется напомнить вам о том, что у нас есть довольно прокачанный канал на YouTube, где очень много контента, в том числе моего аналитического творчества. Не забывайте подписываться, оставлять ваши комментарии с вопросами, опять же, касательно того, что может произойти с тем или иным финансовым активом, если я не успеваю рассмотреть его в привычном брифинге, но с большим удовольствием сделаю это на следующих выпусках. Также не забывайте ставить лайки. Друзья, вот из последних видео, на что я рекомендовал бы обратить внимание, это тот формат свободного общения, который мы начали совсем недавно. И видео, вот сейчас вы его должны видеть, с Евгением Болдиным, Глебом Задой и мной мы обсуждали как раз предстоящие американские выборы, потенциал того, кто из политиков сможет поддержать победу, Трамп либо Байден. И далее несколько сценариев, что в целом может произойти с финансовыми активами. Также на этой неделе мы запишем еще один ролик с нашим партнером Артемом Звездиным. Тоже он будет посвящен предстоящим выборам и тем изменениям, которые могут произойти с индексами S&P, NASDAQ и Dow Jones. То есть, если вы интересуетесь фондовой секцией, уверены, вы сможете найти что-то, стоящее для себя. Друзья, также, на нашем канале есть очень много контента аналитического, который я готовлю в текстовом формате. Это статьи из последних про перспективы евро-доллара, про то, что происходит с американской валютой, с фунтом. На брифингах какой-то из этих активов детально разбирается, какой-то менее детально. То есть, если вам нужен полный перечень информации, в том числе и статистической, не поленитесь, зайдите на сайт свежей аналитики. Всегда есть статьи, которые вам точно будут помогать. Ну а теперь к тому, что у нас интересного в плане фундамента, сложившийся за последний торговый день. Прежде всего, друзья, обращаю ваше внимание снова на ситуацию с ковидом. К сожалению, с каждым днем она становится все хуже и хуже. Вот в данном случае обращаю ваше внимание на количество ежедневных случаев заболевания ковидом в США. В частности, вот диаграмма, на которую мы ранее обращали внимание, страшные цифры. И сейчас мы видим то, что количество осуточного прироста превышает 50 тысяч. Посмотрите, это практически пиковые значения. Вот для контраста я очень много говорил о том, что в Англии ситуация на самом деле еще хуже. Посмотрите сейчас по статистике, как это выглядит. Вот, пожалуйста, пиковые значения. То есть, гораздо хуже, чем обстояли дела в начале 2020 года, когда мировая экономика вот столкнулась с пиком распространения коронавирусной инфекции. Также, друзья, хочется отметить, что центральной темой на финансовых рынках по-прежнему остается, конечно же, обсуждение новых мер экономического стимулирования от властей США. И для тех, кто вместе со мной продает американскую валюту, я могу, опять же, порадовать вас сообщениями о том, что спикер палаты Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Манучин накануне провели, ну, вроде бы как из новостей следует, довольно конструктивные переговоры. Конечно же, пока что решений нету, но я думаю, что если стороны обсуждают новый пакет фискальных стимулов, он точно будет согласован в самое ближайшее время. Это нам очень необходимо, потому что новые деньги, ну, во-первых, они, конечно же, помогут американской экономике, а во-вторых, это база для отработки наших с вами долгосрочных инвест-идей по снижению курса американского доллара и роста фондового рынка. Также есть информация от Сената, друзья, то, что лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл после того, как Нэнси Пелоси заблокировала прохождение инициативы, скажем, Белого дома по согласованию фонда финпомощи на 1,8 триллиона, сообщила о том, что на следующей неделе может пройти голосование, точнее даже пройдет по ограниченному пакету финансовой помощи на 500 миллиардов долларов. Это как раз прямые выплаты, которые будут направлены к компаниям, нуждающимся и домохозяйствам. То, что нам, собственно, и необходимо, потому что это, опять же, те деньги, которые спасутся с экономикой США, находящейся вот в очень непростом положении, связанном с ковидом. И не забывайте, друзья, то, что сам факт именно распространения второй волны ковида, он уже стал негативно отражаться на макроэкономической статистике. Конечно же, в перспективе еще большее ухудшение макроэкономической конъюнтуры приведет к дополнительному давлению на доллар. То есть еще один фактор, почему мы можем придерживаться нашей с вами прежней ставки на ослабление курса американской валюты. Еще одна важная новость – это с отсылкой на то, что мы видели по британской валюте. Сейчас я график перейду, покажу вам, что интересного есть. Но я думаю, вы сами все прекрасно видели. Фунт вчера, безусловно, был лидером по движению безумной волатильности. Я предупреждал о том, что она может произойти, потому что очень много сейчас новостного негатива накопилось для британской валюты, которая может сменяться и позитивом. При этом все вчера ждали переговоров между Еврокомиссией и Англией по вопросам Брекзита. И на надеждах о том, что стороны смогут договориться перед саммитом и прийти к какому-то компромиссу, фунт показал мощное восходящее радио. Но, друзья, есть заголовка, вот следует, что премьер-министр Британии выразил сожалению отсутствием прогресса в переговорах с ЕС. И это действительно в этой статье, вот все детально об этом говорится. Предполагалось то, что на саммите в октябре 2020 года, то есть саммита, который начнется буквально сегодня, лидеры Евросоюза утвердят соглашение о свободной отогонии. Однако текст соглашения не только еще не подготовлен, но и весь процесс переговоров между Брюсселем и Лондоном фактически зашел в тупик. Главной проблемой остаются вопросы, связанные с границей Республики Ирландии и вопросы, которые связаны с аспектами рыболовства. Нет прогресса, значит нет позитива по Брекзиту, поэтому я предлагаю перейти непосредственно к графикам и посмотреть на то, что происходит с британской валютой. Вот вчерашний день, как я уже отметил, даже можно перейти на дневки. Волатильность больше, друзья, 200 пунктов, то есть фактически после того, как пара коснулась минимума на отметке 1.2861, все поверили в то, что Англия и ЕС договорятся перед саммитом и решили заранее выкопить британскую валюту. Так вот мы улетели к максимуму 1.3063. Но быстрой победы не произошло. Сейчас курс британского фунта находится на отметке 1.3022 и, как и ранее, я по-прежнему рекомендую вам держаться подальше от этого инструмента, хотя бы просто опасаясь за то, что неоднозначные рыночные настроения, которые непременно будут меняться еще по факту прохождения текущего саммита, могут стать причиной продолжения такой же тенденции всплеска волатильности вверх и вниз, и чтобы не попасть вот в эту, как на финансовых рынках называют пилу, лучше, конечно же, с этим инструментом пока не работать. Я очень хотел к концу этой недели провести какую-то сделку, но, друзья, после того, как фунт сначала провалился на 200 пунктов, потом вырос на 200 пунктов, я рад, что я все-таки в этот актив не залазил. Есть более предсказуемые инструменты. Я предлагаю обратить внимание сначала на индекс американского доллара, который второй день подряд снова снижается. Это было предсказуемо, потому что, как ни крути, несмотря на все спекуляции касательно новых мер фискальной поддержки, новые меры будут приняты. Даже при Байдене, даже при Трампе, неважно, кто выиграет, потому что без этих стимулов экономика не обойдется. И чем быстрее, друзья, вы сейчас продадите доллар, тем будет больше потенциал у этой сделки, потому что по факту самого решения я очень рассчитываю на то, что ограниченный пакет сделки, версия сделки, как только что показывал из новостей, со ссылкой на Митча Макконнелла, то есть фонд на 500 миллиардов, его согласуют на следующей неделе, но львиная часть этого фонда все-таки, скорее всего, будет принята уже после того, как мы узнаем имя нового президента. Заранее, друзья, как и раньше, рекомендую рассматривать только лишь селл по индексу доллара. Текущие котировки 93.37, снижаемся и ждем, опять же, обновления локальных минимумов на отметке 92, потом 91.70. Сегодня хочу обратить ваше внимание еще по экономическому календарю у нас данные, прежде всего, по заявкам на пособия по безработице. Это то, на что мы классически обращаем внимание каждый четверг. По ожиданиям, друзья, 840 тысяч новых обращений. Я думаю, что традиционно мы фактическую цифру увидим похуже. И уже завтра я точно смогу констатировать то, что без работы в Штатах остается больше 27 миллионов человек. Короче, тенденция на рынке труда США вызывает определенные опасения, учитывая то, что повсеместно в мире сейчас начинают вводиться дополнительные ограничения из-за второй волны ковида. Я думаю, что статистическая картина станет еще хуже. Так, из других активов по евро-доллару раз сделана ставка на снижение курса американской валюты, в рамках восходящего канала мы продолжаем двигаться довольно размашистого, широкого 1.1750 котировки. Друзья, как и раньше, цели 1.1850 и выше. Золото. Очень хорошо отрабатывается линия тренда восходящего. Столько раз мы уже отбивались от отметки 1900 долларов за тройскую унцию. Я не вижу причины, чтобы мы ушли ниже. Опять же, хотя бы из ожидания новых мероподдержки, которые будут снова повышать риски инфляционного давления на традиционные валютные активы. И это, опять же, еще одна причина пересидеть все эти риски в том, что предназначено для защиты от страхования, от инфляции. Это золото. Поэтому цели прежние – 1950 и выше. Американский фондовый рынок Dow Jones, несмотря на небольшую коррекцию, которую мы видим из-за неуверенности трейдеров в скорой победе по новым мерам фискальной поддержки, но, опять же, лучше поздно, чем никогда. Эти меры на рынок придут. Деньги, то есть, и мы увидим перехай на отметке 29 500 пунктов. Рекомендуем сохранять длинные позиции. По золоту, точнее, по нефти все прекрасно. Мы растем 40-37 долларов за баррель в моменте. Я допускаю то, что на настроение трейдеров вчера могли повлиять данные по запасам от Американского института нефти, которые показали на то, что запасы снизились на 5,4 миллиона. Сегодня, друзья, по… Опять же, если обратиться к экономическому календарю, у нас ожидает сокращение запасов на 0,7 миллиона баррелей. В случае, если ожидания трейдеров оправдаются, то, соответственно, у покупателей нефти появится еще одна причина – задрать котировки повыше. И, конечно же, мы точно окажемся выше 43,77, если в рамках сегодняшней торговой сессии до конца недели индекс доллара продолжит поджимать. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание и удачной вам торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok